К нам в гости повторно пришла Наталья Кизилова. В начале марта она была у нас в студии, и мы тогда взяли с нее слово, что она похудеет настолько, насколько она запланировала и придет похвастаться своими результатами. Ну, хвастайтесь! Наталья, оглашайте! Доброе утро, друзья! Очень рада вас видеть, очень рада вас периодически слышать по радио. И, конечно, есть чем похвастаться. Обычно я это дело не особо люблю, я люблю, чтобы со стороны меня похвалили. Ну, есть же результат. Раз такой результат, да, общий по команде получается третье место, а среди девочек первое место в процентном содержании. То есть я сбросила 18,21 процента. Ура! С моего веса. Да, это действительно ура. А скажите, планы сколько, какие были? Планы были у меня сбросить минус 20, сейчас я сбросила 17,3. Вот, уже неделя прошла, так что думаю, там еще один килограммчик уже на подходе должен быть. Вот, и в идеале мы дальше продолжаем. Наши команды объединились, кто были в кадре, кто были за кадром. Теперь мы стали уже пестрые, и мы такие очень веселые, подружились хорошо, и общаемся, встречаемся. Поэтому общими усилиями мы идем дальше. Ну, теперь уже самостоятельно приходится обитать дома. Насколько прежний рацион, прежнее пищевое поведение пытается вернуться в жизнь? Совершенно не пытается. Если поначалу пытался, и как-то навязывался, и такой был неприятный... И жареная картошка с ней будет поначалу. Нет, нет, как ни странно. Ничего не вспоминаете, Наталья? Ничего не вспоминается, а мы настолько привыкли к этому сейчас режиму, к здоровому питанию и к тренировкам, потому что все поменялось, абсолютно все, и жизнь, и активность жизни, энергия появилась, хочется что-то делать, хочется быть красивой. Мы посещали еще тренинги психологические, и там нам тоже очень много дали интересного, полезного, поэтому мы сейчас очень хорошо настроены, мотивация у нас дальше есть сбрасывать вес, чем мы и будем благополучно заниматься. Но вы сказали, что с вами и ваши домашние тоже похудели? Да, и домашние похудели на 5 килограмм. Вы их не кормили? Они переживали за вас, и так нервы все произошли? Нет, дело в том, что я от них немножко отделилась, но, тем не менее, они все равно с меня брали пример, потому что все-таки и я им помогала немножко с питанием, и рассказывала, и какое полноценное питание, какое правильное питание, и они видели мои перемены. То есть каждый раз я прихожу после тренировки, и они думают, ну все, теперь ее уже ни на что не хватит. Ничего подобного, вечером у нас прогулка, и я вам рассказывала тогда, вот как мы начали в начале проекта с 4 километров. Потом мы установили марафон. Наша команда, не все вместе, а получилось так, каждый по отдельности, ну кто сколько смог. И бежали и 20 километров, и 14 километров. Это мои рекорды, мы это тоже все фотографии делали, и выставляли в фейсбуке, и все члены команды тоже, кто этим занимался, тоже свои данные выставляли. И поэтому вот этот образ жизни, от него уже никуда не денешься. Вы теперь спортсменка навсегда. Я так думаю, да. Спортивная королева Наталья Кизилова. Наталья, вот скажите другим людям, правда человек ко всему привыкает, от всего отвыкает, просто немножечко надо напрячься в начале? Конечно. Прежде всего необходима мотивация и необходимо желание. Потому что до этого, конечно, многие люди знают, и я сама в том числе, мы периодически худели, нам надо было, мы так мучились. Почему мы мучились, я не понимаю. Сейчас это все так легко. Такой кайф, да, уже? Все так просто. Нам Лариса, наша замечательная тренер, все расписала, все разложила по полочкам. Там шестиразовое питание, дробное питание, отдых главное, спорт, активная жизнь, движение. И это все здорово. Теперь мы от этого уже никуда не денемся. И сейчас, несмотря на то, что проект закончился, вот, но мы так скучаем друг по другу, потому что лето, сезон. Понятно, что у каждого, у кого отпуск, у кого там дачи, огороды и так далее. Вот, но когда мы встречаемся, мы обязательно, мы обнимаемся, мы обязательно так смотрим друг на друга, и нам приятно общаться, нам приятно рассказывать о своих успехах, может быть, о каких-то достижениях, может быть, о каких-то советах. Мы до сих пор советуемся. А вы в отпуск собираетесь куда-нибудь ехать? Да, я собираюсь, я поеду на Черное море. В гостиницу все включено. Нет, я поеду к себе на родину. А родина где? Это деревня или что? Нет, это город Одесса. Ну, и вот скажите мне, как вы в Одессу со своими вот этими диетами поедете? Я не представляю, я не представляю, но я постараюсь, и я так думаю, что мне это удастся, потому что там я буду одна, семьи уже рядом не будет, я сама буду себя кормить, поэтому, что мне понравится, конечно, из такого правильного питания, рационального, этим я и буду. Позволяет себе расслабиться как-то? Шашлык, нет, шоколадка, нет, я еще даже не пробовала шоколадку. Еще не пробовали за последние три месяца. Еще не пробовала за три месяца, да, не попробовала ни шоколадку, ни конфетки, ничего, поэтому сейчас сладкое, что у меня это фрукты, бананы, вот такое вот супер. А бананы же они калорийные, бананы говорят, не надо виноград. До 12 часов можно все. Виноград вообще не ела правильно, Борис, до 12 вот эти все вкусняшки, так называемые. До 12 дня, да? Да. А после 12 только сельдерей. Да, а после 12 сельдерея, морковь, брюква. Наталья, ну расскажите, как вы любите сельдерей? Вы знаете, я его полюбила. Можно же с соусом каким-то. Я его начала любить, нет, нет, я его начала любить еще несколько лет назад, когда я его стала высаживать. Я представляю, книга, знаете, такая, моя любовь к сельдерей. Сначала я его не любила, но нас познакомили. Да, нас представили друг другу, поэтому... Что вы теперь с ним делаете? Вы знаете, я просто его могу хрумкать, я его кладу в салаты, в супы, куда угодно, и всегда он у меня лежит под рукой, потому что когда резко перекус, надо что-то перекусить, есть или сельдерей, есть морковка. Поэтому вот эти овощи, это прекрасное средство для того, чтобы перекусить и насытить организм. Вы знаете, есть такое мнение, что человек, когда он худеет, он на диете, он становится злой, он нервный, его все бесит. Вы это на себе прочувствовали? Да. Поначалу, когда ты перестраиваешься, когда ты понимаешь, что ты... Вот все, что у тебя было раньше, ты это оставляешь, ты это бросаешь. Это твой как ребенок был, вскормленный годами. Все, что навигано непосильным трудом. Со всех сторон, твоей фигуры, за спиной у тебя, в голове у тебя. И когда ты с ним стала расставаться, поначалу было сложно. Но, когда ты идешь в спортзал, ты, допустим, в джиме, там, у тебя и кардио-тренировки, у тебя и дорожки, и велосипеды, и эллипсы. Потом мы подключили уже такие тренажеры, и ручки подкачать немножко, ножки подкачать. Потом, когда у тебя тренировки, я вначале для себя тоже искала этот способ. Что мне поможет? Вот, допустим, только джим или только тренировки. Нет, мне помогло в комплексе. Потому что я поняла, со мной по-хорошему нельзя. А, вот она что. Да, вот из последнего, например, вчера я была на тренировке у нашей Ларисы любимой. И вначале была тренировка боди-арт. Вот, мы там размялись, так все хорошо, замечательно. Она такая, знаете, типа йоги, под музыку, пластика, но движения тоже сложные. Кстати, по поводу планки еще расскажу. И потом, после боди-арта, была тренировка ТБВ. Это такая энергичная, там и слайд, вот это кататься. Ритм высокий, наверное, да? Да, да. Там, конечно, очень большая такая нагрузка, и она получается... Каждое движение, допустим, как минимум, по минуте надо выполнять. И я, когда Ларисе сказала, говорю, что я и на следующую тренировку, она так посмотрела. Я говорю, да, потому что мне этой тренировки было мало. Как ни парадоксально, когда раньше мы там выходили после первой тренировки, все, выжатый лимон. Просто 15 минут задыхаешься уже. Да, а теперь первая тренировка пошла, вторая тренировка пошла, третья пошла тренировка. Потом, если в состоянии там через какое-то время еще в джиме немножко позаниматься, это прелесть. И еще по поводу планки. Очень сложное упражнение. Вначале я помню, как мы его выполняли, как это было сложно. Всем ребятам, с нашими вообще фигурами, да, с лишним весом. Ты делаешь планку, а от тебя живот тянет на пол. В общем, невозможно было. То есть сейчас эта планка, мы 60 секунд, то есть минуты мы выдерживаем. Потом с перерывом дальше второй подход, третий подход. И теперь у меня мечта делать, есть планки, они тоже разные. Есть боковая планка, вот там надо встать так очень интересно, опираешься на кисть руки. Вот, вторую руку ты вверх тянешь и становишься параллельно полу на боку. Все очень просто. Массу тела одной рукой, по сути, держишь. Да, но потом, когда начинаешь, это, да, понимаешь, что... Это очень сложно, поэтому сейчас, ну, так удается, но не в совершенстве. А будем стремиться к совершенству. Ну, у вас, судя по всему, со стремлением все в порядке. И я так понимаю, что для вас это не предел. Главное, чтобы когда вы достигли определенного предела, вот тут вот не это самое, настроение не начало вдруг портиться. Потому что всегда приятно, конечно, когда весы показывают все меньше и меньше, и, конечно, потом наступает момент, когда они вот ломаются весы. Вы знаете, даже во время проекта у нас тоже были такие моменты, что вот в течение недели стоит вес, мы в шоке. У нас в воскресенье взвешивание, у нас вот эта вся процедура. Мы просто не можем, мы не знаем, что нам делать. И когда мы тренируемся всю неделю, но он стоит. И когда уже подходит к воскресенью, этот вес куда-то волшебным образом исчезает. Значит, все правильно. Напомню для наших слушателей, что сегодня в гости к нам приходила Наталья Кизилова. Она участвовала в проекте «Взвешенная счастливая. Размер имеет значение». Победила среди женщин проекта и сбросила 17,3... Нет, 17 килограммов 300 граммов за три месяца. Поздравляем вас. И в процентах 18 и 21. Прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова